Доброе время суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл передач «Создай свой бизнес». И сегодня у нас в гостях Инна Бирюкова, хозяйка сети свадебных салонов «Невеста». Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Инна, расскажите, пожалуйста, как вы открыли свой бизнес? Как все начиналось у вас? Ну, начиналось это вообще очень рано, наверное, в 87-м году. Так, да. То есть вы такой опытный бизнесмен. Ну да, 20 с лишним лет. Безнословно, да. Начиналось в 87-м году, потому что я работала в ателье, тракторозаводского района. И когда Горбачев пришел к власти, я решила, что нужно все-таки переходить на собственную индивидуальную деятельность. Ну, то есть вы в те времена были наемным сотрудником, ну, как и большинство людей. И во время перестройки решили открыть свое дело. Да. Ну, и как раз тогда же был такой бум определенный, да? То есть все там начинали что-то торговать. Все как-то вообще не верили в то, что предпринимательство будет, ну, такая большая дорога у предпринимательства. В те годы, в 87-й, 86-й год, очень много было противников. И надо мной даже в ателье смеялись и говорили, Луина, куда ты идешь? Куда ты идешь, да? Куда ты идешь, зачем тебе это нужно, и у тебя ничего не получится. Ну, всегда есть такие люди, которые вот начинают говорить, что у тебя не получится, там что-то зудят, 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 и там и радостно потирают руки, если не получается, да? Да. Но в то же время, наверное, у вас были люди, которые помогали вам, поддерживали вас? Ну, прежде всего, это была моя семья. Так. Ну, это муж, дети еще были маленькие, вот, а так в основном, наверное, все-таки сама. Таких друзей-единомышленников не было, и как-то все приходилось делать вот напором и пробивать вот дорогу такую, что недоверие и непонимание со стороны окружающих было. Ну, то есть было недоверие, было непонимание, ну, и получается, что вы с помощью, ну, самой себя, то есть самостоятельно, своей энергии, своим желанием пробили эту стену. Желание, пришло желание, да. Ну, как я понимаю, у вас семейный бизнес. Семейный. Ага, ну, то есть и супруг в нем задействован, и вот я понял, что дети есть. А планируете, что они там, скажем, и свои салоны будут возглавлять, руководить салонами? Я думаю, что нет, потому что как-то им не очень хочется иметь собственные салоны, но есть планы о том, чтобы иметь какой-то комплекс свадебный. Понятно. Это, ну, такая тайна, семейная тайна, которую мы вынашиваем. То есть есть семейная тайна, ну, семейными тайнами делиться не будем. Но вот, как я понял, что у вас не просто свадебные салоны, а вы оказываете, ну, такой целый комплекс услуг, связанных с организацией свадьбы, да? Ну, расскажите подробнее, то есть что входит в эти услуги? Ну, что входит? Мы не только дарим, как бы, вот услугу и оказываем услугу, это наряжаем невест, но еще и у нас есть парикмахеры. У нас с нами работают, сотрудничают видео, фото, украшения зала, парк машин, флористика, ну, торт, ну, и турбазы, также друзья, есть друзья, которые владельцы турбазы, и таким образом мы в общем сотрудничаем. Ну, то есть получается, что можно обратиться к вам в свадебный салон и купить не только платье, то есть организовать полностью всю свадьбу под ключ. От булавки до свадебного номера. От булавки до свадебного номера. Ну, такой хороший слоган. Да. Понятно. Инна, расскажите, пожалуйста, какие качества вам помогли создать и развить свой бизнес? То есть пройти этот путь, начиная с 87-го года, да, как я услышал? Ну, я не знаю, себя обычно не хвалят, и я не хочу это делать. За меня должны сказать клиенты мои или там родственники или друзья. Ну, мне кажется, конечно, это напористость, потому что без такой силы воли, огромной силы воли, я бы ничего не достигла в этой жизни. Ну, и прежде всего, наверное, любовь, потому что я говорю всегда так, что если в семье есть лад, там будет и клад. У меня великолепная семья, потрясающий муж, и если в этой семье нету каких-то разногласий или чего-то еще, ну, ты просто будешь опускать руки, ты будешь приезжать на работу и говорить о том, что я ничего не хочу делать. Я иду на работу с любовью, с радостью, мне это все нравится. Я там любовь вижу. Я вижу, как любят жених невесту, как невеста жениха, как любят ее родители, когда плачут, слезы появляются, когда наряжаешь невесту у родителей. Вот, и также прихожу домой и вижу любовь и понимание у себя дома. Поэтому это очень много значит. Мне кажется, что у вас совершенно потрясающий бизнес, и действительно, вот каждый раз видеть влюбленных, которые женятся, которые соединяют свои жизни. Ну, и при этом, как я услышал, что помогает вам сила воли, да, вам помогала. Потом определенная, ну, наверное, вот энергия, да, умение пробить какие-то стены. Ну, стен, да. То есть, напористость, да, как вы сказали. То есть, напористость. И что я услышал, что очень важно, я с вами полностью согласен, что вот поддержка семьи, да, то есть то, что вы работаете вместе, работаете одной командой, помогаете друг другу, поддерживаете друг друга. Иногда приходят такие бредовые идеи, что нужно куда-то отправиться в какие-то страны, нужно чего-то новое искать, но нужно обязательно куда-то вылететь на какие-то выставки. И когда я прихожу в семью, говорю, вы знаете, вот нужно, он говорит, мам, успокойся, у тебя неплохой бизнес, у тебя есть там поставки, там ты шьешь, там что-то покупается. Говорю, нет, нужно двигаться дальше, нужно что-то делать еще. Еще мне в этом году я туда лечу, в этом сюда, и как бы вот эти вот, я пытаюсь, наверное, самое интересное, то, что творится в мире, потому что исколесило, конечно, очень много стран, видела кучу салонов и выставок, и мне это все нравится, и я уже это воплощаю в Волгограде. Ну, здорово, здорово, замечательно. Инна, скажите, а вы быстро принимаете решение? Ну, наверное, молниеносно. Молниеносно? Это касается и бизнеса, и личной жизни? Да, если мне что-то не нравится, я могу принять решение за несколько секунд. А планирование есть у вас? Планируете? Планирование, да, но у меня есть еще маленькое хобби, это астрология. Так, очень интересно. Вот, и чтобы какие-то либо решения принять, я обязательно смотрю, или где Луна стоит, в чем, если там это какое-то полнолуние или еще что-то, там нужно срочно вылететь, конечно, я не полечу. Я знаю некоторые данные и там какие-то определенные вещи, этим интересуюсь, у меня очень много литературы, и это мне помогает и в бизнесе. Здорово, здорово. Где-то год назад я снимал передачу с Натальей Правдиной, наверное, знаете ее. И мне кажется, что даже вы чем-то похожи с ней. Ну и действительно, и как раз наша передача, она была посвящена астрологии и фэн-шуй в применении к бизнесу. Обожаю фэн-шуй. Сейчас я работаю уже пятый год с Китаем, с Гонконгом, вот, я выезжаю в Гонконг, у меня есть определенные фабрики, там отшиваются мои коллекции, я сама их разрабатываю. Кто-то мне свою-свою продукцию предлагает, все это, в общем, как-то вот завязано. И мне нравится, я заметила, что, естественно, с переводчиком спросила, а почему в каждом, ну, таком свадебном магазине или на фабрике лежат красные коврики, вот, при входе. Мне объяснили, что обязательно должен быть красный коврик при магазине, это приносит удачу и не оставляет плохой энергии клиентов или, может быть, завистников. И это все воплощено. Ну, у нас, да, у нас есть и красные коврики, у нас есть и колокольчики ветра, и все это есть, и девочки, конечно, во все это верят, я, тем более, и хозяйка в это верит, и дома так же. Здорово. Как-то развиваете, обучаете персонал? Ну, да, даже мой персонал, одна из продавцов, так получилось, что я не смогла поехать за очередной коллекцией или там как-то еще, пришлось послать ее. Ну, она, конечно, была в восторге от Китая, да, и у некоторых складывается такой менталитет, что Китай — это что-то такое все нехорошее или как-то вот, хотя уже всем известно, что Китай — это впереди планеты всей. Великая страна. Да, за ней вообще, ну, не то что будущее, она-то уже на высоком таком. И трудно было прорвать вот этот вот менталитет, не то что менталитет, а, наверное, вот это мнение о том, что если это китайские платья или отшиваются они там где-то, то ли они плохие или какие-то некачественные. И когда я даже сняла небольшое видео домашнее, на протяжении двух лет показывала клиентам, что со мной вместе с этих же фабрик грузятся американцы, рядом со мной стоят те же итальянцы и французы. Ну, конечно, конечно. Ну, то есть сейчас достоверно известный факт, что все известные бренды, итальянские, европейские, американские, все они шьются на фабриках Китая и Гонконга. Ну, естественно, что только первые коллекции шьются в модных домах. Инна, расскажите, пожалуйста, перспективы вашего бизнеса. То есть какие цели вы ставите, к чему стремитесь, чего хотите достичь в ближайшем будущем, ну, либо в долгосрочных перспективах? Всегда полезно задумываться. Да, всего рассказать, наверное, не смогу, потому что, как у любой женщины, должны быть свои тайны. Ну, может быть, и не стоит. И тайна есть, да, есть определенный проект, он уже нарисован, под него подбирается земля. Это будет красивая такая задумка для Волгограда. Я думаю, что многие удивятся этому. Ну, дай бог, чтобы хватило сил. Самое главное – здоровье. Ну, и, наверное, вот желание вот это все сделать, выстроить. И, конечно, это будет направление свадьбы. Это будет альтернатива ЗАГСам нашим. Ну, вот как-то так всего открывать не буду. Ну, и правильно, не надо. А так, чтобы сказать, что еще задумано. Всего Волгограда не завоюешь. И это... У нас салонов города очень много. Их, по-моему, около 40. Девчонки все отлично работают. И также мои конкуренты. Никогда ничего не вижу в этом плохого и зазорного. Дай бог им всем удачи и, как бы, и перспектив, и в развитии. Другие города не планируете? Другие города. Думали мы над этим, всем коллективом. Буквально вот на 16-летие нашего салона в этом году, как мы открылись. 16 лет в этом году исполнилось? 16 лет это официальному открытию. Да, а свадебным бизнесом я занимаюсь с 87-го года. С 87-го. Да, потому что это были рынки. Были рынки нескольких городов России. Мы ездили. Самый безумный мой поступок был. Это, конечно, Грозный. Я просто села... Грозный, поехали. Да, это было... Мне иногда спрашивают, вопрос задают. Говорят, самый безумный поступок в твоей жизни. Мне кажется, это Грозный. Потому что получилось так, что одна из чеченок, жительница Грозного, подошла и говорит, девочка, ты что здесь делаешь со своими прекрасными платьями на каком-то рынке? Я уже не помню, тебе езжай к нам. Приезжай к нам, твои вещи будут востребованы. Думать, я не поехала. Я сшила за три дня пять платьев, погрузила их в сумку. Мне было 23 года всего. Представляете, беленькая девочка и Грозный. И я села в поезд, приехала в Грозный, спрашиваю, где тут рынок. Да, действительно, произошло не просто чудо. Я торговала еще целый год в Грозном. Платья продали? Да, платья продались буквально за час, за два. Понятно. У меня были уже заказы. И как бы вот это направление, да, мне понравилось. Но было страшно. Это был уже 91-й год. И как уже люди пропадали, было очень страшно. Ну, мне кажется, что вот таких лидеров и отличает умение совершать такие безумные поступки. Да, и как правило, люди достигают цели. То есть люди реализовывают. Ну, и вот и ваш пример тоже очень показателен. То, что да, вы совершали определенные безумные поступки, и они оказались правильными. Да, потому что можно было, конечно, так. Еще такое ощущение немного, что вот рядом вот есть ангел-хранитель. Вот есть это ощущение. Тоже спрашивают очень часто и говорят, как-то вот почему все происходит, вот какие-то удачи. Вот по жизни идешь, вот как-то вот легко получается. Ну, не сказать, чтобы это сильно легко было. Но таких больших перипетий в жизни не было. Вот мне кажется, это все-таки предки. Их, конечно, нету сейчас рядом со мной. Это бабушки, дедушки. Ну, то есть они помогают. У меня шила бабушка, она была одной из лучших швеей послевоенного Сталинграда и обеспечивала всю семью. И вот когда, наверное, она умирала, как мне сказали мои родственники, что она передала этот дар. Да, мне было всего три годика. И я это чувствую. Чувствую внутри, что ее вот эти вот, наверное, ручки, они все-таки передались. Ну, здорово, здорово, замечательно. И я уверен, что у вас получится реализовать свою мечту, свою идею. Потому что, ну, как я понимаю, то есть вы уже видите, вы уже представляете ее, да? И уже знаете, как это должно быть. Да, я знаю, что я хочу. Тем более дети растут. И дочечка, которой сейчас 9 лет, вот четвертый мой ребенок, ну, она вся в моем бизнесе. Она со школы бежит, она стоит рядом в примерочных и даже иногда подсказывает. Ну, то есть у вас есть перспектива, да, кому все это передать. Понятно, ну, здорово, здорово именно, замечательно. В завершение нашей передачи скажите, пожалуйста, ну, какие-то пожелания молодым предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес, но, может быть, почему-то не могут решиться до сих пор. Что вы им порекомендуете? Ну, прежде всего, я хотела порекомендовать, конечно, это вот не отпускать свое желание. Вот если оно возникло, не нужно думать о том, что, а вдруг у меня что-то не получится, а вдруг я это не смогу. Не надо говорить вдруг, нужно говорить всегда, я это сделаю, я это смогу. Если вдруг на каком-то этапе это пока не получается, ну, и что, значит, это так надо. Значит, сейчас это так надо, оно придет. Не надо опускать руки, нужно стремиться идти, вот, вот. То есть продолжать делать, продолжать работать. Мысли рождать действия. Мысли, и все получится. И вот у меня даже в моем доме написано так, «Nacti tour actio mentalis» — это мысль рождает действия. И вся моя семья, и все мои друзья, и также сотрудники, они постоянно говорят, ну, и что, что сегодня там пришли, кучу народу померили, ничего не продали. Завтра они. И вот вся эта мысль воплощается в бизнесе. И поэтому те предприниматели, которые начинают и сомневаются, не сомневайтесь. Ну, все это получится рано или поздно. Ну, то есть надо позитивно мыслить и притворять в жизнь дело и дело. Сегодня нет денег, появится, нужно в это верить. Хорошо, Инна, спасибо большое вам за интервью. То есть вы действительно такой очень позитивный, целеустремленный человек, с вами приятно общаться, ну, и даже вот чувствуется ваша такая позитивная энергетика. Да, и тоже хочется вот что-то идти и делать. Правильно. Да. Спасибо большое. Да, спасибо, Инна. У нас в гостях была Инна Бирюкова, хозяйка сети свадебных салонов «Невеста», которая на своем примере показала, что мысль рождает действие, а действие рождает успех. Создавайте свой бизнес, будьте свободными. С вами был Артем Богач. До свидания.